Приветствую вас! Я думаю, что нужно внести некоторые коррективы в то, что вы пишете, потому что мне кажется, что вы несколько не бравы в том, как оцениваете свою ситуацию. Во-первых, ни о каком разводе с вашей семьей речи не идёт. Ваша семья, она продолжает оставаться в вашей семье в вашей семье, по крайней мере в том, что касается детей точно. То есть ваши дети, если мы с вами всё нормально, никуда от вас не денутся. Это ваши дети, вы имеете право, юридическое право с ними видеться и поддерживать с ними всяческий контакт. Развод у вас происходит только с женой. И это, конечно, неприятно, но как бы тут в некотором смысле вы правы в том, что говорите про жизнь, которая расставляет свои коррективы. Но, но, даже здесь есть некоторые моменты, а именно, а именно, а именно, а именно, жизни, как таковой, нет. То есть есть вы, есть ваши действия, которые привели в том числе к тому, что вы описываете. Вот. Повторюсь, именно с женой, не с семьёй, а вот. И очевидно, что у этого есть, по-видимому, причина. Вот, с этими причинами мне видится в первую очередь и нужно работать. Да, вполне вероятно, что, как и сказала моя коллега, семью можно спасти. Для начала, если вы определитесь с тем, каков был конкретно ваш склад в то, что сейчас между вами и вашей женой происходит. Это первое. Второе. Вы говорите, что ваша семья, ваша семья и жена для вас всё. Всё. Это второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, потому что не может быть семья и другие люди быть всем для вас. Почему? Очень просто. Потому что, помимо них, есть ещё вы. Есть ваши желания. Есть ваши чувства. Есть ваши эмоции. Есть ваши цели. Есть ваши стремления. Есть ваши ценности, которые можно и нужно реализовывать. И, как я надеюсь, вы понимаете, что от наличия или отсутствия жены и семьи эти цели зависеть не могут. Но это всего лишь означает, что вам самому по себе ничего не интересно. Это означает, что вам самому по себе ничего не нужно. Вот хочется спросить у вас, а как же так? Как так вышло, что вам ничего не интересно? Чисто для себя, по крайней мере. Как так вот получилось? Интересно ли вам разобраться в этом вопросе? Хотите ли вы, например, узнать и понять, почему так вышло? Что вам ничего не интересно и не нужно? Кроме, 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 кроме своей цели. Это важно. Это правда очень, очень, очень важно. Вот. Примерно. Примерно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Далее. Справляться ни с чем не нужно. То есть, есть моя коллега права, говоря, что ни в коем случае не нужно ни с чем справляться. Необходимо наоборот. Все отболеть. Пережить. Вот. И соответственно, вы сможете для себя максимально вынести все необходимое. Из этой ситуации. Вполне вероятно, что если у вас есть элемент зависимости, то с ним, с элементом зависимости, можно будет поработать. Можно будет поработать, дабы снизить вашу нуждаемость в семье. Потому что, видите ли, между любовью, как таковой, и тем, что для вас, ваша семья все, есть большая разница. Я надеюсь, что, например, при работе с психологом вы сможете для себя эту разницу увидеть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку, конечно, в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом разрешится.